Вегетососудистая дистония Вегетососудистая дистония. Диагноз или отписка? О таком недуге, как вегетососудистая дистония, приходилось слышать многим. Эта патология довольно серьезная, и зачастую люди, которые с ней сталкиваются, обращаются к разным врачам, чтобы избавиться от малоприятных проявлений вегетососудистой дистонии. Но в большинстве случаев обращения к специалистам безрезультатны. К сожалению, даже в век развития медицины и появления новых методик терапии, вегетососудистая дистония остается неизлечимым заболеванием. Однако людям с данным недугом не стоит опускать рук ни в коем случае. Следует понимать, что это не приговор. К болезнью можно жить, а главное научиться справляться с ее проявлениями. Вегетососудистая дистония В чем причина плохого самочувствия? Зачастую вегетативная дисфункция развивается в детстве. Возникновение данного неприятного состояния может быть обусловлено кислородным голоданием во время беременности или родовой деятельности, родовой травмой, сбоями функционирования центральной нервной системы. Однако вегетососудистая дистония далеко не всегда появляется в детстве. Не исключается возникновение вегетативной дисфункции в зрелом возрасте. Провоцируется развитие патологии, как правило, генетической предрасположенностью, хроническими психоэмоциональными нагрузками, инфекциями, травмами головного мозга, наличием пагубных привычек, злоупотреблением спиртными напитками, курением, хроническими интоксикациями, гормональным дисбалансом, шейным остеохондрозом, различными патологиями внутренних органов. Симптоматика. Диагноз вегетососудистая дистония установить очень сложно. И объясняется это тем, что недух обладает множеством проявлений. Их около 150. Именно поэтому люди проходят длительное и безрезультативное лечение у разных специалистов, в частности, гастроэнтеролога, терматолога, кардиолога, иммунолога, психиатра. Достаточно часто этот симптомокомплекс маскируется под иные недуги. И распознать его в таком случае очень сложно. Установить диагноз может только консилиум из нескольких специалистов. У каждого человека вегетососудистая дистония протекает по-разному. У одних пациентов симптоматика может быть невыраженной, а у других наоборот. Зачастую патология характеризуется головокружением, беспричинным чувством тревоги, бессонницей, обморочными состояниями, тошнотой и рвотой, нарушением координации движений, хронической усталостью. Приливами жара, разбитостью, анимением верхних и нижних конечностей, учащением или замедлением сердцебиения, частым мочеиспусканием, навязчивыми фобиями, приступообразными головными болями, дрожанием рук или всего тела. Понять, что человек страдает именно вегетативной дисфункцией, очень сложно. Поэтому с целью уточнения диагноза назначается проведение компьютерной электроэнцефалографии, магнитоядерной резонансной томографии, электрокардиографии, вегетативных проб. Только при помощи вышеуказанных методик исследования можно поставить точный диагноз. Лечение вегетососудистой дистонии Лечить недуг необходимо при появлении первых его симптомов. Терапию вегетососудистой дистонии подбирает врач. Заниматься самолечением не рекомендуется, это чревато плачевными последствиями. Если вегетососудистая дистония была обнаружена в детском возрасте, а лечение как таковое отсутствовало, это может привести к плачевным последствиям, развитию разных заболеваний. Своевременное и правильное лечение способствует минимализации проявлений недуга, повышению защитных свойств организма и улучшению общего состояния и самочувствия. Для терапии вегетативной дисфункции применяют разные методы. Немедикаментозное лечение подразумевает спортивную ходьбу, закаливающие процедуры, прогулки на свежем воздухе. Не рекомендуется выполнять упражнения на тренажерах, особенно когда голова находится ниже уровня грудной клетки. Подобные действия оказывают большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особая роль в лечении вегетососудистой дистонии отводится психоэмоциональным нагрузкам. Людям с данным недугом советуют избегать стрессов. Немаловажная роль в терапии патологии отводится сну. Спать необходимо не менее 8 часов в сутки. Недосып чреват сбоями в работе центральной нервной системы. Если имеются пагубные привычки, и речь в данном случае идет не только о злоупотреблении спиртными напитками и о курении, но и об употреблении кофе, а также приеме в пищу вредных продуктов, то от них следует избавиться. Рацион человека, страдающего вегетососудистой дистонией, должен быть максимально сбалансированным и витаминизированным. Рекомендовано употребление в пищу фасоли, творога, шпината, ячневой крупы. Эти продукты способствуют снижению тонуса сосудов. От употребления кофе, алкоголя, крепкого чая, соленых, жирных, жареных, копченых явств, а также горького шоколада необходимо отказаться. Людям с вегетососудистой дистонией советуют обогатить рацион продуктами, богатыми такими микроэлементами, как калий, магний, кальций, а именно горохом, изюмом, курагой, черносливом, шиповником, соей, орехами, баклажанами, гречневой и овсяной кашей. Полезны при ветососудистой дистонии физиопроцедуры. Зачастую врачи назначают применение аппликации парафина на шейно-затылочную область, а также электрофореза с лекарственными растворами, успокаивающего массажа. Эти процедуры способствуют усилению кровообращения, а также нормализации обмена веществ. Что касается медикаментозной терапии, то она проводится под пристальным наблюдением доктора. Для лечения дистонии назначается прием сосудистых средств, ноотропов, антидепрессантов, витаминов группы В, препаратов кальция. Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций, а также исключение переутомления и стрессов, способствует устранению малоприятной симптоматики, купированию болевых приступов, а также нормализации состояния и улучшению качества жизни. Народные рецепты и советы для устранения проявлений вегетососудистой дистонии. Первое. Глина. Знахари лечат вегетососудистую дистонию очищением организма от шлаков. Для этого в течение недели, каждый день советуют принимать по 1 столовой ложке глины, разбавленной в одном стакане теплой воды. Каждый день количество глины нужно делать меньше. И к последнему дню лечения глины должна быть уже 1 чайная ложка. Глина может быть выкопана, но вам нужно тщательно ее фильтровать, так как она будет содержать много грязи и примесей. Лучше всего купить глину в аптеке. Это будет намного безопаснее. При желании вы можете повторить курс лечения глиной или даже увеличить его продолжительность в 2 раза. Второе. В ванной с добавлением горчицы. При головных болях можно использовать один проверенный способ лечения вегетососудистой дистонии. Необходимо развести в теплой воде 5 столовых ложек сухой горчицы. Получится взвесь в виде жидкой сметаны. Вылейте содержимое в ванну. Вода в ванной должна иметь температуру около 39 градусов. Необходимо лежать в такой ванне в течение 7 минут. Затем сразу же завернуться в простыню и ложиться в постель. Попросите, чтобы кто-то приготовил вам чай, который успокаивает нервы. И почувствуете, что стало намного легче. Третье. Чай с коньяком от головной боли. Если у вас по утрам низкое давление, пейте крепкий чай, добавляя туда 1 чайную ложку коньяка. Четвертое. Лечение свекольным соком. При вегетососудистой дистонии берут свеклу небольших размеров, разрезают ее на две половинки и прикладывают к вискам. Выдерживают в течение 7 минут. После этого на лице могут быть красные пятна от свеклы. Можно делать ватные тампоны и увлажнять их в соке свеклы. Закладывать в уши. Боль также пройдет. Полезно пить просто свекольный сок, разбавляя его морковным и огуречным соком. Соотношение 1 к 3 к 1. 1 часть свекольного сока, 3 части морковного и 1 часть огуречного сока. Источник интернет. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова